Сегодня первый день соревнований среди воспитанников с дневным пребыванием юность. На стадионе Трут собрались 6 команд, состоящих из мальчиков и девочек. Им предстоит выявить сильнейших в трех испытаниях. Забег на 30 метров, прыжок в длину с места и тест на гибкость, наклон вперед. Каждый спортсмен знает, что перед соревнованиями нужно подготовить тело, сделать разминку. И тут для детей был приготовлен настоящий сюрприз. Ведь разминку они будут делать шестикратным чемпионом мира и четырнадцатикратным чемпионом Европы по плаванию Юрием Прилуковым. Дети в восторге от встречи со спортсменом такого уровня. Выполнив разминку, отпускать знаменитого пловца не спешили. Желающих сфотографироваться с именитым спортсменом много, поэтому сделали общую фотографию. Сам спортсмен рад такой встрече с детьми, да и город Полевской ему хорошо знаком. Знает и бассейн физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода. В этом бассейне в среду была очень хорошая школа плавания. Мы постоянно с ребятами из Полевского сооревновались и, между прочим, до сих пор с некоторыми из них дружим. Ну а в целом очень хорошо дружим и с администрацией Полевского, и с Александром Васильевичем Северником, который этот праздник сегодня устроил. Поэтому что привело? Дружба? Только дружба может привести. У нас только так в спорте. Юрий Прилуков считает, что в Полевском есть хорошие перспективы для развития спорта. В частности, плавание. Главное – желание. Сам также начинал. Мама привела в такой же бассейн. И сегодня полевские дети, которые участвуют в соревнованиях, также могут стать профессиональными спортсменами. Тем более, у них есть живой пример. Без спорта высших достижений в любом случае не будет массового спорта. Почему? Потому что ребята должны к чему-то стремиться, должны к чему-то идти. А должны тянуться с такими чемпионами, как Юрий Прилуков, как Александр Попов, как Александр Карелин. Поэтому в той программе, в которой участвует Юра, в которой участвует Саша Попов, по поддержке именно детского спорта, по привлечению, я думаю, что это один из таких немаловажных факторов по развитию физкультуры и спорта Российской Федерации. Организатором этого спортивного праздника стал Александр Серебренников. В основе идеи лежит принцип ГТО. Только проводиться будет по Западному управленческому округу. Впрочем, дети будут соревноваться не только в спорте. Также будет отдельный вид соревнований – это встречная эстафета. Это спортивная программа. А 24 июня – творческая программа, творческое выступление команды о пропаганде здорового образа жизни, о спорте, о его необходимости. Здесь уже ребята покажут себя в музицировании, в танцах. Лучшая команда отправится в город Ревда, где будут представлять Полевской уже на соревнованиях Западного управленческого округа. Так что стимул у ребят большой. Игорь Соколов, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.